МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Объединяя поколения, страна отметила главный государственный праздник – День независимости. На контроле у губернатора Геннадий Соловей выслушал обращения граждан во время личного приема и прямой телефонной линии. Не довести до суда. С 1 июля в Беларуси изменилось законодательство о медиации. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Ценности, которые объединяют. В Гомельской области, как и в любом уголке нашей страны, отпраздновали День независимости. Пандемия сократила торжественную программу, многих оставила дома. Но тысячи людей эту важную для Беларуси дату отметили, возлагая цветы к памятникам, поздравляя друг друга во время церемоний, вспоминая, чего стоила нам эта свобода и как важно ее сохранить. Беречь друг друга, помнить о подвигах предков, иметь добрые помыслы – наверное, это самое главное, чтобы спустя много лет и наши потомки могли с гордостью праздновать этот в прямом смысле святой для каждого жителя Беларуси день. Как готовились к этому событию в Гомельской области и как отмечали День независимости, расскажет Марина Джалая. По традиции, накануне и в День независимости в Беларуси открываются новые объекты, вновь построенные или после реконструкции. Так и в этом году. В Мозере, например, завершили серьезный ремонт здания драматического театра имени Ивана Мележа. После кропотливой работы строителей театр «Не узнать». Два новых зала на 125 и 500 человек, современное оборудование – все для комфорта зрителей и актеров. На дальнейшее укрепление материально-технической базы будут направлены подарки от гостей. Председатель облсполкома Геннадий Соловей вручил директору учреждения сертификат на 50 тысяч рублей. Глава администрации президента Игорь Сергеенко, который присутствовал на торжественном событии, на 100 тысяч. В Петрикове Геню независимости приурочили открытие после капитального ремонта самого крупного в районе детского сада. Строители заменили электропроводку, выполнили ремонт помещений, утеплили фасад. На благоустроенной территории появились новые песочницы и игровые зоны. Детский сад рассчитан на 175 мест. Это полностью закроет потребности райцентра. Под облсполкома учреждению подарили сертификат на 80 тысяч рублей. Долгожданный подарок получили к Дню независимости жители поселка Юбилейный Гомельского района. Тут построили многоквартирный дом. Благодаря этому жилищные условия смогли улучшить 36 многодетных семей. Во дворе дома оборудована спортивная площадка с тренажерами. А сами квартиры улучшенной планировки. В каждой установлен современный газовый котел для отопления горячего водоснабжения. Таким образом, у жителей будет возможность регулировать температуру в помещениях круглый год. Среди счастливых новоселов и семья Бондаренко. Мы многодетная семья. Нам выделили субсидию. Плюс разрешили воспользоваться материнским капиталом. И благодаря этому мы построили шикарную двухкомнатную квартиру с квадратурой в 59 квадратных метров. Очень благодарны, очень этому рады. Радостное событие ожидало в эти дни и жители агрогородка Комунар в Будокошелевском районе. Здесь после реконструкции открыли Дворец культуры. Учреждение – одно из лучших в этой отрасли района. На его счету успехи, победы художественных коллективов и воспитанников. Интересно, что деятельность дворца не останавливалась даже во время ремонта. Сертификат на 300 тысяч от облесполкома, который вручили во время торжественного открытия – стимул не останавливаться на достигнутом. Ремонт начался в 2019 году. За время ремонта была поменена вся кровля здания, вся теплотрасса, вся электропроводка. Был произведен полный капитальный ремонт здания. Не забыли накануне Дня независимости и об автомобилистах. В Гомеле после реконструкции открыли улицу Шевченко. Благодаря ремонту проезжая часть увеличилась вдвое – до четырех полос. Обустроены съезды с полеской. Это не только увеличит пропускную способность самой улицы, но и разгрузит другие участки и изменит картину на соседних магистралях. Непосредственно 3 июля, в День независимости, после реконструкции открыли один из старейших спортивных объектов города – спорткомплекс училища Олимпийского резерва. Символическую красную ленточку перерезали губернатор Геннадий Соловей и мэр Гомеля Петр Кириченко. Спортивный комплекс по улице Портовой начал работать в 1964 году. Через 45 лет в 2009 его закрыли на реконструкцию. С перерывами из-за отсутствия финансирования она длилась более 11 лет. На это время главная кузница спортивных кадров региона фактически не имела тренировочной базы. В 2019 году было принято решение, что реконструкцию необходимо завершить. Средства более 4 миллионов рублей выделили по областной инвест-программе. Сейчас это одна из крупнейших, а главное многофункциональных тренировочных баз. На сегодняшний день могу сказать с уверенностью, что это самая лучшая учебно-тренировочная база в Гомельской области. Объект предназначен в основном для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов высшего звена. Это училище Олимпийского резерва. Ежечасно тут может находиться порядка 145 человек и проходить подготовку в 7 спортивных залах. Важно не только делать нашу область крашу, улучшать ее социальную сферу, но и помнить о духовной. Ведь День независимости – это память, это уважение к тем, кто подарил нам драгоценную свободу. Торжества в День Дня Независимости – это и митинги у памятников нашим воинам, освобождавшим страну от фашистов. Они начались 2 июля. Сотни людей пришли на аллею героев в Гомеле. Среди них ветераны, представители руководства области, города, военные, молодежь. Во время трогательной речи участники митинга вспоминали о тех, кто не вернулся с поля боя, кто умер от ран в госпиталях или вражеском плену. Торжественный митинг состоялся и на мемориальном комплексе «Курган Славы». Этот монумент воплощает память народа о величайшем вкладе предков в нашу мирную жизнь. Участники говорили о подвиге героев войны, которые сражались за освобождение страны на разных полях битв. Но самое торжественное мероприятие начались в 10 утра 3 июля. До первого торжественного события этого дня остались буквально считанные минуты. День независимости. Наши люди, наверное, давно не ожидали с таким нетерпением. Пандемия немного замедлила нашу жизнь. Но сегодня у нас у всех появился как будто бы новый импульс – жить, надеяться и верить. Перед самым началом торжественной церемонии на площади труда успеваем поговорить с гостями праздника. Праздник очень много для нас значит. Это день связан с суверенитетом нашей страны, с Днём независимости. День освобождения города Минска. Фактически освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Это мир, это жизнь, это счастье. Это наша жизнь. Эмоции радостные, что мы все-таки едины. Мы независимы ни от кого. И вот у нас есть такой, скажем, показательный праздник, что вот Беларусь является независимой страной. День независимости – это наша жизнь, это наша радость, это наше продолжение нашей жизни, чтобы у нас было всегда светлое будущее. Праздник начинается со слов благодарности предкам за победу и воспоминаний о том, как возрождалась страна после войны. Как все вместе люди отстраивали города, с какими светлыми надеждами они возрождали то, что разрушили фашисты. И как верили, что нет ничего страшнее войны и ничего важнее свободы. Так и есть свобода – драгоценность, которая никогда не обесценится. Ветераны, мы гоноримся вами и им днемся быть ровными вам. Дякую вам за нашу мирную Беларусь, якова была именно из-за курса будовництва и створения, разливозаховывая память про героев и подеи Великой Айчиной войны. В знаменальной 85-й годе Великой Пирамоги в областном центре забили портреты героя-партизана и Мирьяна Парикина, и маршала Константин Рокоссовска на месте спали на Львовском районе створили бережный мемориал бездинным аферам войны. То, что происходит в нашей жизни ежедневно, привычно, а попробую потерять, и сразу приходит понимание ценности простых вещей. Так и с нашей свободой. Она – наше счастье. Привычное, но общее для всех нас. Самый главный и самый важный праздник для нашей независимой республики. И то, что на сегодняшний день, несмотря на все сложности, которые происходят в мире, наша страна отдает дань уважения людям, которые эту независимость нам завоевали. И в едином порыве собирается в этот день на значимых местах для города Гомеля, Гомельской области, Республики Беларусь. Это важный момент. Это важный момент, потому что это история. Это наша история, это наше будущее. После завершения торжественной части праздника наша съемочная группа побывала на нескольких площадках, где для горожан и гостей подготовили развлекательные мероприятия, выставки, концерты. Около кинотеатра имени Калинина экспозиция военных снимков и вещей того времени. Практически все они – напоминания о героическом прошлом предков сегодняшних работников киновидеопроката. На набережной реки Сож несколько зон для активного отдыха. Юные картингисты демонстрируют виртуозные навыки маневрирования. Некоторые из этих детей уже чемпионы республики. Рядом со скульптурной композицией «Лодочник» празднуют День вышиванки. Это мероприятие проводят активисты БРСМ. Задача для участников – пройти связанный с темой вышиванки квест. Победители ждали призы. Традиция государственной праздники отмечать вместе с другими горожанами для многих очень важна. Вечером на набережной реки Сож прошел концерт, по феозам которого стала церемония вручения ежегодной премии «Человек-года». Почетного звания удостойны семь жителей региона. Дипломы лауреатом вручил председатель Гомельского обл. фолкома Геннадий Соловей. В номинации «Служу отечеству» лауреатом стала начальник инспекции по делам несовершеннолетних, милиция общественной безопасности УВД, администрация железнодорожного района Гомеля Марина Корж. Почетного звания лидеру удостойна главный редактор жлобинской газеты «Новый день», председатель районной организации «Белорусский союз женщин» Галина Мельникова. Награда в номинации «Руководитель» присуждена директору Гомельского химического завода Дмитрию Чернякову. Лучший мастер – каменщик строительного управления номер 165, строительного треста номер 14 Виктор Петренко. Победителем номинации «Человек на земле» назван председатель сельскохозяйственного кооператива «Дружба-автюки» Сергей Довгяла. Номинации «Открытие» победила 11-классница средней школы номер 66 Гомеля Дарья Кухаренко. Церемония вручения премии «Человек года» предшествовала заключительному аккорду праздничного дня республиканской акции «Споем гимн вместе». Главная композиция страны прозвучала одновременно на нескольких площадках города. На финальных нотах ночное небо города озарили яркие фейерверки. Марина Джала, Валерий Гопанько, новости недели. Жизненная ситуация, из которых сложно найти выход самостоятельно. На этой неделе председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей выслушал обращения жителей региона, которые касались самых разных сфер. В числе прочих звучали просьбы помочь в решении жилищных вопросов, решить проблему с прокладкой коммуникации, зарегистрировать недвижимость. Наши корреспонденты пообщались с людьми, которые на уходящей неделе побывали на личном приеме у губернатора. Случаются ситуации, похожие на замкнутый круг, и чтобы в них разобраться, собственных сил и опыта порой не хватает. А так называемые первые инстанции помочь не могут, не хватает административного ресурса. Или, например, законодательство изменилось, и сегодня невозможно решить то, что еще вчера можно было с легкостью. Со своей сложной житейской задачей Геннадию Соловью пришли супруги Потылкины. После смерти родственницы им достался в наследство дом с участком. Причем недвижимость не была в свое время зарегистрирована, и сейчас ее сложно распорядиться по собственному усмотрению. Председатель обл. исполкома поручил за две недели разобраться с ситуацией. Мы не можем уже четыре года, прошли все инстанции, никак оформить. Попали к губернатору на прием. В присутствии его мы все рассказали. Он нас заверил, что все сделаем, и все будет в порядке. На первый взгляд в тупиковую ситуацию попали жители микрорайона Костюковка. На новой улице, которая будет состоять из 12 домов, нет коммуникаций. Проблема в том, что ее ширина не позволяет проложить их в соответствии с законодательством. Проект просто не пройдет экспертизу в Минске. В 2016 году нам были выданы земельные участки под строительство частного дома. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких коммуникаций, в том числе и свет. Поэтому хотели поднять вопрос. Варианты выхода все-таки нашлись. На обсуждение этого вопроса Геннадий Соловей выделил все те же 14 дней. Всего во время личного приема и прямой телефонной линии Геннадию Соловью обратились 16 человек. Все вопросы, на которые невозможно ответить сразу, взяты на контроль. Решения по ним будут приняты в самое ближайшее время. Марина Джалая, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. К другим темам. Как работает Гомсельмаш и какие проблемы волнуют его сотрудников? Генеральный прокурор Беларуси на этой неделе посетил предприятие и провел прием граждан. Первый визит Александра Конюка на производство был плодотворным, а диалог с коллективом – конструктивным. Подробнее об этом и также других важных событиях уходящей недели – далее в обзоре от службы информации. Впечатления от визита только положительные. Высокотехнологичное производство, новые линии комбайнов, которые отправляются на поля нескольких десятков стран. Достойная заработная плата сотрудников – пример для многих. Конечно, на заводе не без проблем. Просроченная дебиторская задолженность превышает 20 миллионов долларов. В списке недобросовестных партнеров – 11 стран. 56% долга приходится на Китай. С просьбой помочь в его возвращении генпрокурору обратились во время приема. Звучали и вопросы, которые касаются личных проблем рабочего ГОМ «Сельмаша». Сотрудники предприятия также обратили внимание на обилие непроверенной информации и оскорбительных комментариев в интернете. Генпрокурор отмечает, люди, которые не просто выражают свое мнение, но явно намереваются оскорбить других пользователей, могут получить не только административное, но и уголовное наказание. Подводя итоги встречи, Александр Конюк отмечает, насколько важно для него знакомиться с ситуацией и настроением людей на местах, выезжать в региональные организации и на производство. Не у всех есть возможность поехать на прием в Минск. И такие встречи приближают лидеров к пониманию того, чем живут люди и какие проблемы им нужно помочь решить. COVID отступает. Больницы, которые были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, начинают возвращаться к обычному режиму работы. В связи со стабилизацией эпидемической обстановки возобновили работу неврологическое, гинекологическое и гастроэнтерологическое отделения Гомельской областной клинической больницы. Областной клинический кожно-венерологический диспансер уже работает в плановом порядке. А в Мозырском онкологическом диспансере прошла дезобработка. Помощь оказывает стационарное отделение. Плановую госпитализацию постепенно возобновляют Гомельские городские больницы номер 2 и номер 4, отделение палеотивного ухода в Жлобинской районной больнице и урологическое отделение Реческой районной больницы. 3 июля Государственная дорожная инспекция Беларуси отметила 84-летие со дня образования. Торжественное собрание состоялось в Гомеле на плацу областного управления ГАИ. Лучшие сотрудники награждены благодарностями и нагрудными знаками, а также очередными званиями. Гвоздь мероприятия «Восстановленная победа» ретроавтомобиль региональной ГАИ подарил Корнери Пешко из Мозыря. Восстановление раритета заняло год. Восстанавливать пришлось практически с нуля. Сейчас победа на ходу. Она отправится в автомузей, который создается в областной ГАИ. Среди его экспонатов также ВАЗ-2101, 24-я «Волга» и мотоцикл «Урал». Следующим совместным проектом областной ГАИ и реставратора из Мозыря станет восстановление автомобиля «ГАЗ-69». С 1 июля медиация стала одной из форм досудебного урегулирования, которые должны использовать субъекты хозяйствования, прежде чем обратиться в суд. При этом прибегнуть к услугам медиатора стороны смогут в любой момент, вплоть до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения. Также супругам, которые решили разойтись в ЗАГСе или суде, теперь обязательно предложат примириться с помощью медиатора. Как развивается в регионе сравнительно новая форма досудебного урегулирования конфликтов и что нужно знать об изменениях в законодательстве. Интервью со специалистом Гомельской областной нотариальной палаты, медиатором Виталием Сорокой. В уже далеком 2013 году в Белоруссии был принят закон о медиации. Тем не менее, на мой взгляд, далеко не все четко ориентируются в этом понятии. Как вы, как медиатор, объясняете, что же такое медиация и почему ей нужно воспользоваться в сложной ситуации? Медиация – это способ мирного урегулирования конфликтов с участием третьего нейтрального лица медиатора. который имеет специальное познание и переговорные навыки. Медиация – это прежде всего переговорный процесс по выработке взаимоприемлемого решения, который устроит обе стороны. Это достаточно современный, гуманный и одновременно прагматичный способ. Это способ урегулирования конфликтов, который делает отношения людей гораздо лучше. Как давно нотариальная палата взялась за это направление? Какое количество медиаторов сегодня имеете в своем штате, в регионе? В Гомельском нотариальном округе 16 нотариусов в 2018 году получило свидетельство медиаторов, хотя используют миотинные навыки на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Это неудивительно, ведь между нотариусом и медиатором очень много общего. Нотариат, по своей сути, призван прекращать конфликты и не допускать споры. В июле месяце текущего года еще 20 нотариусов начнут обучение на медиатора. Виталий Анатольевич, я знаю, что не так давно нотариальная палата разработала и запустила в сеть сайт о медиации в регионе. Чем может быть полезна эта страница зрителям Беларуси 4? По нашим скромным оценкам и первым отзывам, для того, чтобы понять, нужна вам медиация или нет, на этом сайте есть все ответы. Как только вы подумали о медиации, вы сразу же сможете сориентироваться с помощью этого сайта. Либо по контактам, указанным на этом сайте, позвонить медиатору и получить бесплатную консультацию. С 1 июля 2020 года позиции медиации в Беларуси на законодательном уровне будут серьезно усилены. Буквально тезисно, что неплохо в этом плане знать каждому из нас. Изменения законодательства направлены на то, чтобы институт медиации применялся гораздо шире и активнее. Так, с 1 июля текущего года медиация ставит одним из способов несудебного урегулирования споров. Мало того, медиацией можно воспользоваться на любой стадии судебного процесса. Даже когда он уйдет в активной стадии? Вплоть до ухода судей в совещательную комнату для принятия решения. Отныне при подаче заявления о расторжении брака в ЗАГСах работниками ЗАГСа будет разъясняться право на проведение медиации и участие в инфекционной встрече. Аналогично суды будут разъяснять право на использование медиации при подаче искового заявления о расторжении брака. Повод к размышлению, безусловно, далее. Все-таки, подводя черту, что должно подтолкнуть людей перейти в медиацию в спорах и конфликтах? Почему это действительно эффективно сегодня? Прежде всего должно пройти время, чтобы понять преимущество медиации. А самому медитативному соглашению необходимо придать силу исполнительного документа. От себя хочу добавить, уважаемые друзья, берите смелее ответственность за принятие решений. Не передавайте то, что вам ценно, то, что вам дорого на разрешение другим. Помните, что медиация – это переговоры без проигравших. И это работает. Татьяна Анатольевич, спасибо за это интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо большое. Дать дорогу частному бизнесу – значит укрепить экономику и обеспечить людей рабочими местами. Это хорошо понимают в Октябрьском. В этом году, несмотря на риск деятельности в пандемию, в районе появилось несколько частных предприятий. И общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этом сравнительно небольшом регионе растет. С начинающими бизнесменами пообщались наши корреспонденты. Сергей Рогович – владелец единственной на весь Октябрьский автомойки. 13 лет мужчина работал на белорусских и российских стройках, а потом решил – хватит мотаться по чужим городам. Нужно осесть и вложить силы и средства в собственное дело. Несколько друзей Сергея тоже открыли свои автомойки. Было у кого перенять опыт. Мужчина все досконально изучил – от необходимой для открытия бизнеса документации до технических моментов. Написал бизнес-план, арендовал у райпу помещение. И в конце февраля приступил к работе. Ресурсы – собственные средства, помощь родственников и небольшой кредит. Сергей нанял помощника и автомойка стала обслуживать клиентов каждый день. Потом понял, что есть практически пустые по выручке дни и укоротил рабочую неделю до 4 дней. Теперь здесь можно помыть машину с четверга по воскресенье. Как и любой бизнесмен, Сергей в постоянном поиске дополнительных услуг и дохода. Прекрасно себе отдавал отчет, что могут ехать, могут не ехать. У меня такая сфера еще, что я от погоды очень завишу. То есть, если идут дожди, я ничего не делаю. Но я людям предоставляю сейчас такую услугу, как мойка ковров. То есть, люди в квартирах живут, у кого-то не получается. У нас мойка ковров тоже, она как бы есть, организация, которая этим занимается. Ну, я расширяю свой спектр услуг населению. За 10 километров от Октябрьского в деревне Шкава живет Раиса Ходос. В конце прошлого года тоже стала индивидуальным предпринимателем. Ее муж несколько лет назад погиб. Сын в армии. Дочка учится в лицее в Октябрьском. Женщина за свою жизнь поменяла несколько сфер деятельности. Много лет, например, работала на ферме. А совсем недавно решила воплотить мечту – развести овец. Причем у Раисы уже и до них была собственная внушительная ферма. На подворье – корова, породистые свиньи, кролики, утки, куры и 6 котов. Женщина стала на биржу труда и смогла получить субсидию на овцеводство. За 3400 рублей, выделенных государством, купила 14 овец, романовской породы и корм. Теперь в Атаре 23 головы. Уже и окот был. За взрослыми животными бегут маленькие ягнята. Из понятного в развитии бизнеса – продажа мяса. Из пока сложных направлений – сбыт шерсти и шкур. Нужно искать рынки сбыта. Реализация мяса. У меня сверху ребята живут в Узбеке, работают на пелораме. Они покупают. Уже сколько раз приходили. Но еще пока мне жалко. Маленькие где-то. Ну, жалко. Хочу немножко развесить, где-то что-то продать. Единственное, что, конечно, тяжело в плане того, что шерсть некуда сбывать. Волну эту. И саму шкуру. Раньше, если много было этих кожевельных, то сейчас все это прикрыли. Кстати, частный бизнес – это серьезная часть экономики района. Всего здесь зарегистрировано около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. За несколько месяцев этого года на территории Октябрьского появились 4 новых частных предприятия в промышленной сфере. А это дополнительные рабочие места для жителей. Рассматриваем вопросы по созданию новых предприятий не только в сфере промышленности, леса, но и в сфере сельского хозяйства. Обращаются люди, которые хотят заниматься на земле, хотят развивать какие-то новые направления. От овцеводства до развития мясного скота. Я думаю, мы пойдем навстречу, будем выделять им землю, чтобы эти люди могли нормально на своей земле достойно работать и зарабатывать. Вот это основные направления, которые мы видим для развития района. Еще раз повторюсь, это, конечно, малый и средний бизнес, которому максимально открыты мы, как органы власти, для того, чтобы создать им условия, чтобы они спокойно работали и развивались на территории нашего района. С начала года средняя зарплата по району увеличилась на 15%. А значит, и благосостояние населения, уверена, руководство Октябрьского, будет расти. Марина Джалы, Анна Корольчук, Евгений Макенко. Новости недели. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин